Всем огромный-преогромный привет! Я рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ребят, поговорим мы с вами о канале Пиратская Жизнь и обсудим видеоролик, который вышел аж в час ночи. Значит, и Нинка, и Вовчик в ожидании салюта. И это Нижний Новгород, значит, праздник города и ночной вечерний салют. Значит, Нина говорит, какая красота, Кремль, и мы с Вовчиком тут на таких вип-местах. Значит, направляет на Вовану камеру и говорит да, а Вован отворачивает голову и, слушайте, смотрит на молодую, симпатичную женщинку, которая сидит по правую сторону от Вовчика. Тут и говорит нет, отвечает ей да, нет, да, Нинка, нет. Не снимай меня, не смотри на меня, потому что тут есть другая, намного красивее тебя дамочка. И я теперь, ребят, понимаю, что Нинка-то и держит его под ручку постоянно, дабы не сбежал, а то, глядишь, где-то будет в короткой юбчонке впереди идти, то его понесёт, понесёт и не остановит она его. Поэтому она заранее вцепится в нему и тащит его за собой и ни шагу, ни шагу не даёт сделать. Поэтому, ребят, он и не работает. Походу, и на работу она его не пускает. Мало ли, там тоже какая-нибудь симпатичная женщинка положит вдруг взгляд на Вовчика, и это будет капец. Ребят, я просто понимаю, что Нина, ну вот правда, она хоть стрещит всякую фигню на камеру, но, по сути, вот Вовчик для неё это единственный человек, которого она пытается удержать возле себя, понимая, что она никому не интересна и никому не нужна, да и вообще она нелюдимый вот такой вот человек. Поохала, поахала, показала, значит, красоты, действительно красиво, ничего не могу сказать. Дальше снова направила на Вовчика камеру, он отвернулся от неё в сторону молодой дамочки. А Нинка так хотела запечатлеть, что он рядом сидит, что он её мужчина. Ребят, ну это выглядело так смешно. Вовчик, беги, беги в темноте, она тебя не найдёт. Вован, дуй быстрей. Народу, народу, смотрите, сколько собралось народу. Сейчас будет залп, опять наводит камеру на Вовчика, то на народ. Стонало, стонало, причитало, причитало, что столько народу, что аж, походу, нету кислороду. Ну и вы знаете, походу, Нино заметила, что Вовчик поглядывает совсем не на неё, а на другую дамочку. И давай его на камеру бузькать. Бедный Вовка, бедный Вовка, досталось ему. Приехал посмотреть, значит, салют и поглядеть на других дамочек, а кроме своей Нинки, которая уже так достала дома. И тут липнется своими поцелушками. Наблюдаем, наблюдаем, людей много собралось. И ждём, когда уже начнётся, а всё нету и нету. И, наконец-то, наконец-то начался салют. Два часа ждали салют, аж окалели, слушайте, замёрзли. Закончился салют, подскочили и бегом-бегом. Нинка уже держала крепенько Вовчика, крепенько, чтобы вообще уже таки надёжно было, чтобы не сбежал. Слушайте, идут назад, да, в этой толпе, снимает себя и Вована, ржут. Особенно Нинка, слово сказала, заржала. Слово сказала, минуту поржала. Ребят, вот что смешного? Она, походу, понимает, что несёт она чушь, и что ничего дельного сказать не может, поэтому сама себя ржёт. Выглядит точно шестая палата, никак по-другому. И здесь Нинка посчитала деньги. Говорит, за 10 минут несколько лямов, значит, выпустили в воздух, да, на ветер. Нинка, ну не твои же выпустили. Ты свои зарабатывай лямы и будешь их пускать на ветер, не на ветер, хотя ты свои лямы спускаешь в унитаз. Это уже давно всем известно. Сначала в желудок, потом в унитаз. То лучше красоту увидеть, нежели вонь спустить водой из бачка. Ну что, не так, ребят? Одна прожирает в унитаз, спускает, а здесь считает, что красоту выпустили в праздник на ветер. Сама сидела, любовалась этой красотой. Сидела бы дома, да, своей красотой, да, ароматами наслаждалась. На что ты спускаешь деньги? Нашлась тут щитовод. Бедные, слушайте, высидели 2 часа, окалели, в тубзик обоим наперло. Говорит, в следующий раз возьмем пледы, заранее придем, чтобы, значит, вип-места были свободные. Напялим, говорит, памперсы, алкашки наберем и будем в ожидании. Ай да молодцы, ай да молодцы. Ребят, круче не придумать. Главное, чтобы были вип-места. Главное, халява. Конечно же, в памперсе можно. А зачем в памперсе? Вы, Нинка, прям-таки в штаны и памперсы не нужны. Тогда возле вас никто рядышком и стоять не будет. И свобода будет, и мешать никто не будет. И никакая дамочка рядом с Вовчиком не сядет. Ну и Нинка заявила, что видео она выложит сегодня. Вот так и получается, что, ну, сегодня, да, потому что в час ночи оно вышло. Она, наверное, не успев прибежать домой, быстро-быстро все это дело монтировала и выкладывала, чтобы успели посмотреть вовремя шикарный салют. И же поставили лайк. Ну, а дальше уже совсем-совсем неинтересно, потому что Нинка показывала всю дорогу, да, толпу людей, затылки, задницы. И что интересного? Ну, то, что толпа, как она кричала, куча. Кстати, почему на неё говорят куча? Ребят, ответьте мне, пожалуйста. Из-за того, что она постоянно говорит куча? Или из-за её габаритов? Ну, потому что я часто слышу от Нинки куча, но почему она куча, я как-то не понимаю. В общем, да, уже потом совсем неинтересно, толпы людей, которые снимала Нина. Но вообще в этом видеоролике есть это и приятное. Это салют, и это действительно красиво. И в любом городе всё-таки есть свои достопримечательности. Также бывает салют, и вот это вот зрелище, конечно же, приятное. И поэтому хоть частичка этого видео, и то, знаете, вызывает какие-то положительные, приятные эмоции. В общем, мои хорошие, напишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте свои мнения. Ну, а я хочу напомнить, что это лично моё мнение. Я его никому не навязываю. Каждый вправе думать по-своему, потому что мы с вами разные и воспринимаем ту или иную информацию по-разному. И это нормально. Жду мои хорошие ваших комментариев, жду вашего мнения. И, как всегда, желаю каждому из вас прекрасного настроения, позитивных эмоций, мирного неба над головой, любви, добра, понимания и, конечно же, здоровья. Берегите себя, берегите своих близких. Ну, а я вас обнимаю всем. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok